Сегодня у нас будет тест вардонии бритвы. Использовать будем вот такой вот крем для бритья. Я уже как бы рассказывал про него, делал тест. И все-таки в нем не хватает подскольжения. Может это из-за того, что все натурально используется. Но вот чего-чего, а этого малюха не хватает. Все остальное без претензий. Значит, получается сегодня у нас бритье между моим экспериментом. Так как эксперимент продолжает идти по бритью лезьем от фирмы GEM. Начнем, попробуем сегодня эту тэшку. Сама Вардония, эта фирма примерно организовалась где-то... Первое использование бритв было примерно в 2024 году. А торговая марка была зарегистрирована, по-моему, в 2028 году. Они изготавливали наборы бритвенные. Находились они в Англии, в Шейфилде. К сожалению, нет у меня лезвий именно тех годов, которые шли в наборах. Так что мы используем просто современное лезвие. И скажу, что современное лезвие довольно неплохо работает в этой бритве. Значит, сама бритва это симуляция джилета 20-х годов. Но уже сделана в более такой... в тяжелой форме. Сами... Сама Вардония, она как таковая не выпускала... Вот, допустим, лезвия она не выпускала. Она их покупала заготовки. Не выпускала она не сами бритвы. Бритвы тоже делались, выпускались, делали другие фирмы. И получается, что... Можно сказать, что... Вардония... Правильно я говорю? Вардония? Да, Вардония. Это самое, что ни на есть английская фирма. Потому что использовалась очень, так сказать, сборная солянка по этим... По изготовителям этих бритв. Потому что, допустим, ручка изготавливалась в одном месте. Плиты изготавливались в другом месте. Лезвия брались другие. Они были разные. Комплектовались лезвиями разных производителей. Ну, все производители были английские. Скажу, что... По бритву... По бритву... Она... Она не такая мягкая, как, допустим, жилет... Старый. Она чуть-чуть агрессивная. Ну, агрессивная она может быть из-за того, что... Какое лезвие я использую. Вот, кстати... В... В бритье именно Т-шками... В бритье именно Т-шками... Есть один маленький нюанс. Здесь мы зависим от лезвий, которые... У нас есть. Если мы, допустим, купили сегодня одну партию лезвий... И они очень хорошие... То не факт, что завтра та же самая фирма, но уже другая партия... Будет точно такая же, как ту, которую мы покупали. Потому что... Ну, все зависит от количества... Этот... От качества металла, которое добавляется... От закалки... Понятно, что весь процесс... Все-таки автоматизирован, но... Где-то... Что-то... Какие-то вот маленькие нюансы, которые сыграют... Роль... Именно в конечном результате. Поэтому... Если вам понравилась, допустим, партия каких-то лезвий... Можно взять побольше их. И если посмотреть, лезвий хватает на очень долго... Ну, как на очень долго... Хотя бы там, наверное, пять раз шесть бритья сделаем. Я Т-шками не экспериментировал, насколько хватает лезвий. Но... Думаю, пять-шесть раз. В зависимости, у кого какая щетина. Ну... Вот это вот отличие как раз между... Если вы берете, допустим, клинковую бритву или... Г-образные станки с клинковыми лезвиями. Там как раз вы получаете уже постоянно один и тот же результат. Вы взяли лезвия... Ну, там, или лезвия в г-образной бритве, или... Саму прямую бритву. И... Уже используете... Именно его. И... О результате вы уже будете знать. Потому что результат один и тот же. Так. Ну... Мне чуть-чуть непривычно, допустим, бриться именно Т-образным станком. Хотя, ну... Они все равно у меня есть вот на обзорах. Как бы... Именно старые. Непривычно бриться. Потому что бритье у него очень отличается от бритья... Гэшками, которые я предпочитаю. Клинковыми бритами. Или... Тех же самых... Г-образных бритв фирмы, там, джемы, в рирейде. С односторонними лезвиями. Так, сейчас мы... Если так посмотреть, то... Конечно, само решение... Изготавливать бритвы такие Т-образные. И использовать лезвия. Это, конечно, довольно-таки неплохое решение. Потому что это не только заработок для производителя. Но это также... Это также удобство для пользователя. Так, использовать будем... Что у нас здесь? Сальвадора Феррагама. Вот. Это также удобство для пользователя. Быстро побриться. Быстро выскочить. И все. И долго не тратить время на бритье. Теперь, что у нас по бритве. В бритве. Бритва бреет... Опять же, это может быть из-за того, что лезвие здесь такое стоит не так мягко, как жилеты, которые я пробовал, там, допустим, 20-х годов. Немножко бреет она, чувствуется. Но в самом бритье бритва замечательная. Если вам надо сразу побриться, скажем так, если вам надо побриться быстро на свадьбу, взяли, побрились и никаких проблем. То есть, если вы хотите получить удовольствие от бритья, тогда вы уже как раз бреетесь гэшками, когда открываете наборы этими прямыми бритвами. Это уже, сказать, ритуал. Вот. Бритва очень хорошая. Есть ли какие-то бритвы? Я даже думаю, что она будет намного лучше, чем современные некоторые бритвы. Если вы хотите продлевать жизнь лезвия, то все, что вам необходимо, после бритья осторожненько протереть лезвие. Чтобы на лезвии не оставалось воды, влаги не оставалось. Также, для того, чтобы это лезвие чуть-чуть прослужило дольше, вы можете пройтись его на ремне. Можете просто вот на ладошке пройтись. Некоторые производители, кстати, так и предполагали в свое время, это еще в 30-х годах. Вы проходите на ладошке аккуратно, правда. Немножко убираете заусенцу, убираете влагу, которая осталась на лезвии, и ложите или кладете, кто как. Если не ложите, то кладете, если кладете, то не ложите лезвие в конвертик. Тогда оно прослужит, ну, не знаю, процентов на 30-40, наверное, оно прослужит дольше. Потому что, когда мы, ну, как привыкли, мы побрелись, так чуть-чуть промыли станок, вставили его в свое место, и лезвие у нас влажное. Ну, крути, не крути, все равно влага начинает производить, ну, коррозия, и лезвие у нас потихоньку портится. Мы приходим через день, так как, ну, никто не бреется, редко кто бреется каждый день, а то и через 3 дня, коррозия уже начинает играть свою роль. Мы опять побрелись, то есть на третий раз коррозия у нас уже намного больше, уже, может, даже лезвие уже и не будет годиться для бритья. Так, в общем, я скажу так, что бритва очень хорошая, если вам попадется она в... где-то в продаже, ну, скажем так, не недорого. Эта бритва... Ну, недорого, это, конечно, бритва была куплена, по-моему, за... за 20 фунтов, по-моему, это 26 долларов. Но здесь еще играет роль, конечно, сам процесс бритья винтажной бритвой. То есть, ну, тоже как бы приятно. Так, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете задавать. Ну, а я после этого бритья возвращаюсь к своему эксперименту по... эксперименту по бритью лезвием джем. Спасибо всем, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok